Это государство-неудачники. Поражение с неизбежностью приведет к гражданской войне внутри самой России. Об этом уже сейчас открыто говорят, громко говорят. Вот сегодня послушал Явлеинского и других. Безусловно, они выражают позицию власти. Они с позиции предостережения об этом говорят. Что вот, мол, не дай бог, не дай бог гражданская война. Я держусь другой точки зрения. Я считаю, что поздно говорить уже о том, что нужно всеми силами пытаться избежать гражданской войны. Пытаться избежать распада России. А поздно говорить о том, что нам нужно каким-то образом сохранить вот эту органику. России на протяжении 20 века, 21 века. Как раз нужно говорить о новой России, о переучреждении России. Отказа от багажа 20 века практически полностью. И от коммунистических 70 лет, и от, собственно, 30-летия от 90-х до четверти века путинского. От этого надо отказываться. Это звучит очень радикально. И для всех приемлемо. Например, вы можете обнаружить в этой панели выступление Михаила Ходорковского, где он говорит, что не надо пугать русского обывателя распадом России. Они тогда нас не поддержат. Ну, просто дискуссионная мысль абсолютно. Не надо говорить о том, что мы хотим открытого поражения России. Давайте найдем способы, как это поражение отнести насчет Путина, но никак не насчет русского народа. Ну и подобные же вещи, которые я хочу сказать не то, чтобы, вот как мне представляется, нужно от обратного провозглашать. Нет, мы должны поражение России. Нет, мы должны там распады страны. Я все время говорю о неизбежности, фатальности этих процессов. И поражение в войне, которое затеяно самим российским руководством, и распада страны, которая тоже, в общем, является следствием действий своих рук, как говорят анонисты. Да? В свое время покойный об этом говорил Джордж Майкл, кстати. Когда его взяли за анонисты в публичном месте. Ну так вот эти анонисты довели до всего того, что сейчас происходит. Понимаете? Не потому что этого кому-то хочется, но смешно бы было бы говорить, если бы Россия в 90-х годах, одумавшись от этого дурмана и повреждения коммунизмом, была бы благополучной страной, проводила бы выборы, держалась бы проевропейского курса, в конце концов не порабощала бы народа, а давала им голосуйте и выходите, как это происходит, например, в Евросоюзе, как это было с Великобританией. Не хотите состоять в этом федеративном союзе? Пожалуйста, двери открыты, уходите. Вот если бы это всего происходило, то вопрос бы вот так и не стоял о том, что мы на пороге и распада, и гражданской войны, и, собственно говоря, изменения России самым коренным революционным образом. Но, к сожалению, шанс этот был упущен, им никто не воспользовался, и, как следствие этого, как раз распад становится, в общем и целом, неизбежным. Что в этой ситуации можно и должно делать? Для многих это мысль ужасающая. Многие говорят, что нет, мы переследили на распад в 91-м году. Ну, кстати, некоторым странам он пошел совершенно во благо. Это та же ловушечная часть, потому что, когда они говорят, что мы один народ с Украиной, что совершенно не так русские и украинцы, вообще ни один народ, ни одно государство, ни единая история и так далее. Это тюрьма народов и вечное противостояние, и попытка одних убежать от других. Ну, понятно, украинцев от России. Так вот, тем не менее, они попадают в ловушку того, что на самом деле какая-то часть, какая-то часть бывшего этого СССР, в общем, успешно справилась с этой задачей. Ну, конечно, Украина была и отдельной, такой же, как Балтия, Молдова или Грузия, но, тем не менее, Украина-то ведь это, собственно, тоже из советского наследства территория. И, тем не менее, она-то избавилась от всех этих комплексов и стремительно пытается вестернизироваться, уйти на Запад. Ну, я уж не говорю, интегрироваться в НАТО, Евросоюз, это понятно. А остальная, вот Россия, которую они почему-то считают единым пространством и единым народом, застряла там же, в этом имперском состоянии. И никак не может от него избавиться. И, видимо, скоро еще не избавиться. А значит ли это, что при очередном распаде не могут появиться такие же Украины, как я говорю, из России? Украины, понятно, в кавычках, не этнические Украины, хотя хрен его знает. Которые как раз-таки могут сказать, слушайте, а мы вот как-то с Московией-то и со всем вашим этим нарративом китайским, мы как-то, ну и он нахер. Разве было когда-то иначе? Китай недоволен Путиным и рассматривает уже его возможную замену. И видит эту замету в лице Мишустина. И, наконец, последнее важное обстоятельство, исключив Мишустина, вернее, не пригласив, не дав, запретив, он имеет право идти без всякого приглашения, то есть ему, видимо, сказали, не появляйся, не дав возможности Мишустину посетить два последующих заседания Совета Безопасности России, Путин тем самым высказал свое отношение к визиту Мишустина, к самому Мишустину и косвенно к китайскому патрону. То есть, вот между этими тремя, так сказать, акторами Китай, Мишустин, Путин уже зреют какие-то там возможные противоречия. Это вот такая картина. Дальше, вот сейчас, когда якобы Китай поставил эти бронетранспортеры или бронемашины в Российской Федерации, китайские представители с кожи лезут вон в Евросоюзе для того, чтобы добиться отмены почти уже готового решения ЕС вести санкции против восьми китайских компаний, которые пойманы были Евросоюзом в том, что они действительно поставляли компоненты двойного назначения. Видимо, там речь идет в основном о микрочипах. И для Китая это принципиальный вопрос. То есть, страна, которая позиционирует себя как мировой игрок, как сверхдержава, которая сейчас перекраивает мир, для нее недопустима сама идея о том, что сейчас восемь ее компаний, хоть это не государственные компании, и будут санкционированы, это дико. Брошены все силы китайской дипломатии на это, чтобы не допустить и в этих условиях поставить эти несчастные тигры в распоряжение этого самого Кадырова. Это, я считаю, вверх был бы безумие. Как это все объяснить? Объясняю. С моей точки зрения, это, скорее всего, проведенное активное мероприятие Кремлем. Через российские спецслужбы. Или, назовите его, ИПСО. Кто не совсем понимает, что это активное мероприятие. То есть, Китай поставил это оружие целому ряду стран. В той же Африке. И, внимание, Таджикистан. Был ли там End User Agreement или соглашение о конечном пользовании, что нельзя отдавать это никому другому. Или не был. Но, если представить, что поставлено это было Таджикистану, в рамках ОДКБ Китая, то есть, Таджикистан, мог бы передоверить поставку, то есть, это, эти машины Российской Федерации, в рамках какой-нибудь соглашения союзнического ОДКБ. Или же за большие деньги. Зачем там нужно присутствие Кадрирова? Ну, естественно, для того, чтобы сделать эту цепочку. То есть, это не поставка китайских бронемашин Российской Федерации. Эта Российская Федерация где-то их надыбала. У кого-то взяла каким-то образом, или за большие деньги, или за угрозы, или еще как-то. Я предполагаю, что вполне возможно, это был Таджикистан. И тут же, тут же, это все было продемонстрировано на весь мир Кадырову. И по большому счету, если бы это действительно была китайская поставка, и Россия хотелось бы надеяться, что не продлятся, а след за бронемашинами последует еще что-то. Танки, боеприпасы, ракеты, там и так далее. То это все надо делать тихо, под строжайшим покровом секретности. Вот как бы это все делалось, эта поставка, если бы это была реальная поставка Китая, сознательная для войны в Украине. А если это представляет Кадыров в своем инстаграме, со своими комментариями, что это для Украины, то это подстава, как это называется в спецслужбах. Это подстава, это активное мероприятие. И ПСО, цель которого показать, с одной стороны, Кривому Путину, Китай с нами. И это настолько ему сейчас необходимо, что он готов пойти на обострение отношений, если хотите, с Китаем. Потому что Китай так просто этого не простит. Підпишите на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Патреон или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.